Сценарий, где не было, ну там, не знаю, А говорит, Б, текст такой-то. Там был просто А подходит, Б вытворяет кувырок, условно, уходит. Вот, поэтому родная мотурка была очень условная. В общем, к концу XVIII столетия все, что относилось к хорении Деляста, стало очень популярно. И поэтому трупы стали гастролировать. Там Европа, различные европейские страны. Ну, больше всего, конечно, они успеха добились во Франции. И, собственно, как мы понимаем, это модно. Значит, каждый понимает, что это нужно делать. И из-за чего теряется качество представления. И к тому же актеры комедии Делярт, я о чем-нибудь чуть позже буду говорить, у них были небольшие тексты, которые они запоминали. А эти тексты стали расширяться, расширяться, превращаясь в маленькие, в большие монологи, диалоги, анекдоты, остроты и так далее. И, в общем, таких сборников стало очень-очень много. И чтобы быть представителем комедии Делярта, и многого не надо было, получается. Ну, собственно, о чем я говорю. Было очень большое количество непрофессионалов. К тому же, опять же, я говорю о гастролерах, которые ездили во Францию, получали там значительные деньги, подставались иногда, становились людьми, как и государство, и таким образом не возвращались на родину и теряли пособенности театральной деятельности, в общем-то. И поэтому в XVIII веке настоящей комедии Делярта, в принципе, уже почти не было. Персонажи. Собственно, самое главное, что есть у комедии Делярта, это персонажи. Ну, персонажи, конечно, это очень грубо сказано. Я бы сказал, скорее, театральные типы. Потому что персонаж – это конкретно кто-то, а тип – это более собирательный образ, более обобщенный. Также в комедии Делярта было импровизационное начало, очень большое учение и развито, и интерактивность, то есть общение с публикой, которая могла как-то реагировать на то, что происходит, как-то на это актер мог ответить, как-то поменять свой рисунок театральный, актерский, так и так далее. Но персонажи, эти типы, это было очень для них главное, потому что они должны были строго соблюдать свое ампуа, доведенного до калиграрной техники. И ампуа вот эта у них сохранилась на протяжении всей жизни. То есть, например, Радон Занонти, из-за мини-трит-поменской актер-комедии Делярты, играл роль любовника Оттайо до 70 лет и был прозван Древним Оттайо. И вот таких подобных типов персонажей, Калини Делярты, насчитывается свыше ста. Но, однако, я расскажу об основных. Собственно, для разыгрывания сценариев вот этих пяти было достаточно, которых я расскажу. Чуть больше пяти, сейчас не скажу на скидку. И компания комиков составляла примерно труп по 10-15 человек. А в период упадка, естественно, количество действующих лиц все равно досталось. Собственно, сценические типы эти распадаются на две главные категории. На серьезные части и смешные части. Первые – это обе пары любовников. Впрочем, они не так серьезны, потому что, собственно, на любовниках завязывается весь сюжет фабулы. Но их речи окутаны поэзией, драматургией, поэтому они причитаются к серьезным частям. Роли капитанов, служанок, носят уже чисто комический характер. Ну, смешной. Но главное во всей комедии Даль-Арта, конечно же, бесспорно, были дзайны, которых я также чуть позже расскажу. И также панталоны и доктор, которые обычно противостояния дзайне как-то мешали. Эти маски, особенно дзайне, были столпами, на которых покрылся успех. Это залог популярности комедии Даль-Арта. Все было рассчитано на то, чтобы одно их появление вызывало подъем веселья. И сама их внешность, маска, костюм и палатки были поэтому принадлежны. Также хочу отметить, что Италия до середины XIX века была разгрозненным государством. Поэтому разные действующие лица были из разных уголков страны. Ну, с нынешней страны. И поэтому, например, венецианцу было смешно наблюдать за туринцем, как он вытворяет и смеяться над ним. То есть у них был патриотизм не страны, а патриотизм именно уголков, ну, вот этих областей. И всегда было интересно наблюдать, какой бросак попадет житель другого региона. Собственно, переконим типом. Это первый, самый популярный, панталоны. Я просто сразу скажу, что в каждой типе есть очень множество происхождений. Почему он так назван? Я буду называть самые основные. Например, панталоны. Он был венецианцем, считается, чаще всего. И почему он панталоны? Потому что венецианцы любили приобретать новые земли, подружая на них льва, как символ венецианского могущества. И, собственно, панто-стальмон переводится как водрузитель льва. Ну, водрузитель льва. А также есть более простая версия, почему он панталоны. Потому что носил длинные глюки, которые, как все мы знаем, названы панталоны. По определению Перуччи, он был составителем сборника одного из первых комедий-долиартов, даже не сюжетов, а вот этих сценариев, пишет о панталоне. Это скупой попец, сварливый, легко влюбляющийся. Играющий эту роль должен в совершенстве владеть венецианским языком, с его диабетом, пословицами и поговорками, изображая прихлеющего, но желающего казаться новым статусом. Имея первоначальным образцом венецианского купца, панталон, однако, не сохранил соответствующий этот черт, хотя бы уже потому, что он совсем не коммерческий человек и всегда попадает в просаг, в том числе и в денежном отношении. Наряд панталона – это ярко-красная, короткая, прилегающая к телу куртка и того же цвета штаны. Последняя часть его туалета сначала делилась короткой, ну, была короткой и дополнялась красными чулками. В эпоху рассвета панталон наносил длинные брюки, а в 18 веке, когда все уже подходит к концу, опять перешел к коротким штанам и чулкам. Сверху он надевал длинную широкую мантию черного цвета с широкими рукавами, на себе мягкие туфли, шапку без спалей, смешную маску с длинным носом, торчащие усы, острую бородку и скорее длинные волосы, ситрии или с просенью. К его поясу, конечно, кожаный кошелек, а иногда кинжан. Вот. Переходим ко второму популярному типу доктора. Амплуа доктора во многом сходна с амплуа панталона. То есть это опять отцы семейства чаще всего по сценарию. Оба наделены примерно такими схожими пороками и недостатками. И оба терпят в конце представления детствия. Ну, в просад попадают. Оба чаще всего бывают советники при правителе. Но в роли панталона, который мы только что видели, обычно много динамики. То есть он двигается постоянно что-то. А доктор, он более статичен, он более разговорный, скажем так. Главная его обязанность, это, как я уже сказал, болтать и рассуждать без конца. Он, в его репертуаре всегда должны быть латинские цитаты, нелепые изречения, какие-то нелепые философствования. Он происходит, собственно, из Болонии. И разговаривает на болонском наречии. Малопонятно, кстати, с болонской наречия, среди итальянских, самое сложное по восприятию на слух. Поэтому еще добавьте к этому нелепые речи. Это было очень нелепо, прошусь за тавтологию, прощения. Речи доктора, носившие самостоятельное действие комедии и характер, было сделано заранее. Все, что он должен был выучить некоторые свои речи. Поэтому большое количество их было записано и дошло до нас. Тут есть советы, увешенные занятия. Большей частью темы рассуждения бывают весьма несуразны. Например, цитата, «Тот, кто всегда виноват, никогда не бывает прав». Или «Судно в открытом море находится вдали от гамани». Вот такие у него цитаты были на речах. Костюм доктора представлял карикатуру на подлинный наряд болонского доктора. Он был весь черный, с белым воротником и фетровой черной шляпой с огромными полями. За поясом были натыканы различные предметы, меч, шпага или кинжал, платок, бумага. Черная маска доктора, как правило, закрывала только лоб и нос. Кстати, образ доктора, например, я об этом еще чуть-чуть скажу позже. Например, тортюв у Мольера. Это типичный представитель доктора. Дзаньи. Дзаньи – это самое интересное, потому что это как раз самый-самый-самый главный персонаж. И его развитие, этот вид мы можем даже встретить до сегодняшнего дня. Но я чуть позже расскажу об этом. Почему происходит, собственно, дзаньи и почему? На бергаманском наречии говорят «дзан» вместо «джавань». Вообще он типа «джавань» считается, но из бергаманского пошло «джан». Это, чтобы так было более понятно, потом станет Иван. Ну, по-русски это Иван. То есть мы уже прекрасно понимаем Иванушка, дурачок и так далее. И также есть происхождение от латинского «саняо шут». Есть такая версия. Ну, в принципе, они не противоречат друг другу. Считается, что... Ну, это считается только, что дзаньи – это рабочий, приехавший из Бергама в Венецию, то есть в Тари... Ну, грубо говоря, если кто-то из какой-нибудь души, приехал из Тарицы человек и пытается найти себе работу очень простую. Грущик, там, и так далее. Но подобно доктору капитана, да, ну, сейчас... Ну, он также представляет карикатуру, да? То есть доктор Панталона, они представляют карикатуру, и этот, собственно, дзаньи, он тоже представляет карикатуру, но таких, как гастарбайтеры, будем так современным языком говорить. Но, в отличие, если над доктором и Панталон смеялись все, то над дзаньи, наоборот, бублика только и катилась, собственно, над дзаньи, потому что это был весельчак такой, из-за которого варили, переживали, как он выгрузится из этой той-дойной ситуации и так далее. Смертно, не будет, конечно, ничего страшного. Да, ну, конечно.